Есть дома. Больных позвоночников сегодня 8 из 10 это самое меньше. 8 из 10. Это хорошо или плохо? А медицина ушла далеко вперед или нет? Ну как сегодня позвоночник полечить? Удается вам? Не удается. Почему позвоночник сегодня такой больной во всем мире? Причем не только у нас, не только в нашей стране. Не думайте, что наша страна самая хуже. А во всем мире, во всех странах позвоночники больные. И никто сегодня эту проблему не решил. А мы в NUGBS решили. Почему? В чем секрет? Массаж и керамика помогают. Вот где-то вы понимаете, что массаж помогает, керамика помогает. Понимаете, да? И тепло помогает. Очень помогает. Позвоночнику помогает? Помогает. Помогает. Ну честно признаюсь, как доктор. Мне это обидно стало вообще, что мы в медицине своей, вот сегодня, наша медицина. Очень мало, не то чтобы знаем. Мы знаем о позвоночнике, но мало как бы представляем их. Вот когда я пришел в NUGBS вообще по причине серьезных нарушений в позвоночнике вообще. Там у меня травма была, нестабильность есть в позвоночнике. Остеохондроз ужасный, мигрень уже сформировалась. В общем, больной человек пришел. Но когда я начал оздоравливаться, вдруг я понял, что у меня сил прибавилось. У вас прибавилось сил? Прибавилось. А как в позвоночнике силы прибавляется? От чего? В позвоночнике, кроме того, что он двигается, имеет хрящи, может иметь сколиоз или грыжи. В позвоночнике еще есть иммунитет, и он дает хорошее настроение, работоспособность. Ты больше уже энергичный становишься. И в позвоночнике есть нервы, которые, ну, когда они оздоравливаются, то всем органам становится хорошо. Так? И вообще, как бы, жизненный тонус повышается. И мы это все изучали в медицине, но почему-то, вот, ни вы, ни я об этом не думали. Почему? У нас не было инструмента. Вы понимаете меня? Вот в медицине, если вы пойдете, инструмента для позвоночника нету. Есть массажисты, но массажисты не могут с тобой быть каждый день. Так или нет? Может массажист сидеть у тебя дома, каждый вечер и ждать, пока ты придешь домой. Чтобы сделать тебе массаж. Такое бывает? Нет, не бывает. Причем это же большие деньги стоят. Если вы посчитаете, 75-100. Один массаж. Ну, за два дня 150. За 20 дней 1500. За месяц 2200. Короче, за год получается легко кровать Нугобест. Вы поняли меня? Легко. Если вы бы начали ухаживать за своим позвоночником и наняли массажиста. Каждый день делать массаж. Кровать Нугобест за год. А за позвоночником надо ухаживать как часто? Каждый день. Мы же им пользуемся каждый день. И вам рассказывали секрет, почему позвоночник больной во всем мире, а Нугобест выздоравливает. В позвоночнике есть конфликт по жизни между диском и всеми остальными. Кто это все остальные? Кости. Они любят нагрузку. Любят. Когда кости нагружаются, в них кальций возвращается. Когда кости не догружаются, кальций вымывается. Поэтому остеопороз, ну это к слову, если вы захотите лечить, то вам кроме того, что пить кальций, надо еще кости нагрузить. А кости нагрузить обычно мешает изношенный диск. Или хрящ в суставе. То же самое. Если в суставе остеопороз, то нагрузить кости мешает хрящ. Поприседайте с артрозом. Хрящ изношен. Кость любит нагрузку. Связки любят нагрузку. Мышцы любят нагрузку. А диск любит разгрузку. Вот это и весь секрет. Но стоит он очень дорого. Для всего человечества. И для каждого из нас. Вы понимаете? Ну я вам так скажу. Я заболел позвоночником. И уже позвоночник мой в 30 лет был не в дугу. В медицине официальной вариант 1. Деклофенак. Пили? Ели? Как желудок потом? А если не удалось полечить, то операция. Перспектива не очень хорошая. Хотя сегодня хорошая операция. Вчера мы обсуждали. Ехали с директором из Житомира. Такого же салона. К нему в салон пришла женщина. Она принесла травму. И у нее смещение позвонков. Смещение. Просто после травмы позвонки. Два вот так вот поясничные. А дальше вот так. Ступенька. Сдавливается спинной мозг. Ноги не имеют. Ну короче не жизнь, а мучение. Ей предлагают делать операцию. Транспедикулярная такая фиксация. Матюхи. Ну конструкцию надо поставить в таком случае. Эта конструкция одна может стоить от 1000 до 8 долларов. Плюс шанс выздороветь после такой операции. Где-то 20%. Как перспектива. Но у меня есть дети. И они еще не больны позвоночником. У вас есть внуки и дети. У них еще более-менее здоровый может быть позвоночник. Так или нет? И мы должны знать законы. Почему болезнь появляется и как от нее избавиться. Или как ее не допустить в позвоночнике. Вот самый основной закон это конфликт. Хрящ против всех остальных. Как их помирить? Хрящ любит разгружаться. Все остальное любит нагружаться. Как помирить? Пришел я к массажисту. Сделали мне массаж пока я лежу. Потом я встал. И все вернулось назад. Ну почти все. Легче стало. Но я встал и пошел своими ногами. Вот те, которые известны методике для восстановления позвоночника. Неэффективны по одной причине. Одна из причин. За позвоночником надо начинать ухаживать вечером и ночью. Я работал весь день. Мои мышцы устали. От усталости они напрягаются. Ваши тоже? В спине как к вечеру? Тяжко? Такое вроде покрутил, повертел. Оно не помогает. Все равно болит. Бывает такое? Мышцы к вечеру переутомляются. И ночью диску не дают восстанавливаться. Мышцы когда ночь начинают в тонусе быть ночью. От перегрузки. Вот тогда у диска нет времени для восстановления. Время для восстановления диска ночь. Ночь. Смотрите, ребенок пошел в школу, сел за парту. Для него это привычно или нет? Категорично нет. Или человек уже взрослый, пошел работать, сел за компьютер. Работает. Сегодня много работают за компьютерами, за столами? Очень много работает. Это привычная работа весь день. Вот такой позе. Позвоночник к этому не приучен, не адаптирован. Поэтому после таких вот нагрузок мышцы приходят в тонус. Хрящ днем нагружался, ночью позвоночник лег на кровать. А мышцы находятся в тонусе. Не дают дискам восстанавливаться. Потому что диск, чтобы восстановиться, его надо сначала разгрузить, снять с него давление. Мышечное давление причем это. Мышечный спадок. Восстановить кровоток. И сделать это именно ночью. Все методики, любые, которые вы применяете в течение дня, они будут иметь эффект не больше 30%. Потому что ты лег на массаж, например, тебя помассажировали, ты встал и обратно нагрузил и понес его. Позвоночник свой. Первое время и первый закон оздоровления позвоночника вечером избавится от мышечного спазма. Применяются какие принципы воздействия на позвоночник? Сам массаж применяется. Применяется прогревание, применяется прижигание, применяется миостимуляция. Для того, чтобы избавиться от спазма мышц. Смотрите, какой момент. Просто так снять эти спазмы не удается даже массажистам. Массажисты вынуждены скручивать, дергать, применять эти приемы рычажные. Почему? Потому что мышцы глубоко и снять их спазм сложно. В Nugobest есть одна методика. Называется она глубокое прогревание позвоночника. Глубокое прогревание позвоночника. На чем, на каких аппаратах это можно сделать? На коврике можно? На роллах можно? На таком поясе можно? Можно. Как вы будете понимать, что вы глубоко прогрели свой позвоночник? Как вы понимаете? Задам один вопрос. Смотрите, сколько времени после воздействия на позвоночник, роллами например, сохраняется ощущение прогретости спины? 4 часа? 3 часа? Если 2 часа спина остается теплой, значит вы глубоко ее прогрели. Если целую ночь, то я вместе с вами. То есть вы в моей команде или я в вашей. Я всю ночь, только добираюсь домой всю ночь. На 70 на ковре. Чувствую себя прекрасно. Утром просыпаюсь чудесно. Засыпаю тоже хорошо. Вот говорили много о гриппе сегодня. В интернете, в газетах, в телевизоре. Грузят все, что хотите. Но не говорят, как иммунитет сделать 200%. Не говорят? Где-то слышали? Имеете иммунитет 200%. И рассказали как. Как его иметь? Для иммунитета, смотрите, очень важный вопрос. Мы должны его понять. Для того, чтобы что-то сделать правильное. Когда иммунитет работает, изнашивается днем. Вы со мной согласны? А когда иммунитет готовится или набирает силы? Ночью. Ночное время для иммунитета это база, основания. Вы что-то можете сделать для своего иммунитета? Можете ничего не делать. Если вы ничего не делаете, а иммунитет 100% в лучшем случае. А у кого-то 80-70% будет. Ну как бы. И с таким иммунитетом, конечно, надо бояться гриппа. А вот если 200%, тогда не надо бояться гриппа. Что нужно нашему костному мозгу, чтобы он хорошо вырабатывал лейкоцит? Кровь. Второе, что нужно. Кислород переносится с кровью, с хорошей кровью. Поэтому улучшенное кровообращение в позвоночнике. Вот это и есть основание для хорошего иммунитета. На ночь. Именно на ночь. Итак, для иммунитета сегодня принципиально или базово важно иметь прогретый позвоночник на ночь. Хороший сон и отдых для головы. Есть ситуации, например, когда иммунитет надо быстро собрать в кучу. Есть такие ситуации. Например, появились первые признаки простуды. Надо быстро мобилизировать свой иммунитет. Чем это сделать? Вот очень важный эффект при сжигании. И об этом я хочу сейчас рассказать. Зачем он нужен? Смотрите, когда я просыпаюсь утром, например, и иду на работу, или мой ребенок идет в школу, в садик. А вы знаете, сейчас такое время сезонной заболеваемости. В школу, в садик приходят дети недовыздоровевшие. Вы знаете? Да. И потому даже привести здорового ребенка, это не факт, что он не заболеет. Вы делаете прогревание таким образом, что ваша ткань догревается до 43 градусов. И это стрессовая температура. Стресс. А это стресс в тканях. Я прижег. Как я понимаю, что прижигание произошло? Больно печет. Больно печет. А после прижигания остаются пятна. А после такого, допустим, пояса будешь как леопард. Так вот, прижигание эффективно вы сделали, когда эти пятна красные остаются тоже 2 часа. Или больше. Поэтому прижигание мобилизирует иммунитет. Прижигание есть еще одна сила. Но прижигание происходит почему? Кровоток пытается спасти ситуацию. И вот бывает так, что капилляры уже не могут охлаждать, перегреваются. Наступает их парез. Такой локальный парез. И ткань быстро разогревается до 43 градусов. Со временем, если вы будете делать постоянно это, капилляры вырастут новые. А это нужно нам или не нужно? Новые капилляры. Зачем они нужны? Омоложение. О, какое дорогое слово. Те, кто любят прижигание, те понимают, сколько лет они сбрасывают. Это интересная штука. Ну еще вот, что хочу сказать об иммунитете. Отчего при гриппе умирают? Грипп могут переносить даже новорожденные. Вы знаете? Ну новорожденные, бывает, что заболевают гриппом и спокойно переносят. Отчего же люди трудоспособного возраста могут умирать от гриппа? Причем умирают не только от свинячего, не только от калифорнийского, не только от птичьего. От любого гриппа могут умереть. Почему? Потому что у гриппа есть две причины для смерти. Первая причина – это присоединение второй инфекции, бактериальной, сверху на грипп. Что получается? У человека на грипп иммунитета хватает, а на бактерию вторую не хватает. И вот когда иммунитет быстро истощается, развиваются потом страшные деструктивные пневмонии, от которых могут умирать сорокалетние мужики, здоровенные, а дети спокойно переносят грипп. И об этом никто правды не говорит. Что сорокалетний мужик, он же на трех работах работает, вы знаете? А ребенок не работает. И у ребенка хватило иммунитета, а у мужика не хватило. Или вторая причина, почему от гриппа умирали, умирают и будут умирать. Почему? Это было всегда. Это не только сегодня, не только на этой части Украины. Это токсины. Токсины у гриппа очень ядовитые. И бывает так, что на грипп иммунитета хватает, а на то, чтобы вывести токсины, не хватает. И потом эти токсины поражают сердце, легкие, головной мозг, печень и почки. Особенно, если в этих органах есть старые хронические проблемы. А вот что сделать, чтобы эти осложнения не наступили? Надо иметь 100% иммунитета для самого гриппа и еще 100% для того, чтобы не произошли осложнения. Вот в чем секрет гриппа. Но об этом никто не говорит. И еще одно надо сделать. Смотрите. Вы живете в этих домах многоэтажных, все почти, да? Мало кто в частном доме живет. И для вас опасной средой являются ваши соседи. Так, че нет? Что сделать, чтобы риск заболевания у вас был минимальный? Надо взять соседей и привезти сюда. Чтобы все мои соседи были здоровые. Тогда у меня риск заболеть будет минимальный. Вы меня поняли? Не думайте только о себе. Не будьте эгоистами. Идите оздоравливайтесь на массажер. Хорошо. Тема касается лишнего веса. Важная тема. Вот сегодня такой пояс представлен вашим вниманием. И одна из первых тем или вопросов, для чего он представляется. Для того, чтобы помочь избавляться людям от лишнего веса. Почему лишний вес появляется? А ну расскажите мне причины. Мало двигаемся. Нарошенный обмен веществ. Магазинная еда. Переедание. Жирная пища. Стрессы. На ночь кушать можно или нельзя? А после шестой. Ну вы представляете меня после шести вечера оставить голодным? В одиннадцать я буду хату переворачивать. И потом, если дотерплю до утра, то утром съем на пять дней вперед. Вот так люди делают. Страдают больше от запретов. И вреда больше от запретов кушать, чем пользы. Поэтому после шести вечера кушать можно, но не надо наедаться на ночь. Переедать на ночь не надо. Что касается причин ожирения. Почему человек набирает вес? Почему? Надо ли раздельно питаться, чтобы похудеть? Я вам скажу, это миф натуральный. Потому что у человека в двенадцатиперстной кишке одновременно перевариваются жиры, белки и углеводы. Одновременно. Амилаза. Амилаза.